Некий российский продюсер Пашу, который якобы многие годы орудует на музыкальном рынке страны-агрессора, решил высказаться относительно певицы украинского происхождения Анны Асти, которая продолжает зарабатывать в РФ и ни слова не произнесла относительно военного вторжения в Украину. «Мы в лейбле стараемся выделить идейную линию в песнях, чтобы люди понимали, почему они тебя слушают. Взять Асти. Она как Стас Михайлов для девчонок. У Михайлова разведёнки, а у неё разведёнки обиженные. В каждой её песне звучит вопрос, как себя ведёт девушка, которая осталась без мужика», — говорит Пашу. Продюсер также заявил, что звук у Асти везде одинаковый. «Не понимаешь, ты восемь песен прослушал или одну?» Описал он несколькими словами музыкальную карьеру предательницы. Напомним ранее, в припадке самовлюбования, певица похвасталась полученными в РФ наградами, к примеру, на недавней музыкальной премии «Жара Music Awards». Асти признали певицей года. Кроме того, она получила награду за композицию, которую спела с известным артистом-путинистом Киркоровым. Также, мало того, что молчит в отношении Росагрессии и зверствах Росармии в Украине, записала совместную композицию с Киркоровым. Об этом певица доложила своим подписчикам в Инстаграм. Певица, которая была в составе созданной в Киеве группы Arctic and Aсти, записала композицию «Хобби» и прокомментировала пост «Лучше быть полной стервой, чем дать себя уничтожить». На телеграм-канале «Божия Кэ» также обратили внимание на новый трек. Певица Ртома Анна Асти родилась в Черкассах и начинала карьеру в Украине, называет себя украинской певицей, но деньги она привыкла зарабатывать в России, поэтому и молчит о войне и поет с одного из главных петушков Кремля, пишет канал.